Микс Ньюс Добрый день всем, всем, кто нас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа». Её ведут сегодня Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И гости у нас сегодня в студии актриса Галина Российская и актёр Дмитрий Полес. Здравствуйте. Здравствуйте. Не случайно они к нам пришли. Мы будем говорить о театре, но не только о театре, потому что сегодня наша помощь очень нужна замечательному человеку, потрясающему артисту Евгению Иванычеву. Более 150 ролей в театре и кино он сыграл, в 19 фильмах снялся, в Рижском русском театре он работал, работает с 1967 года. Вот об этом мы сейчас поговорим подробнее. Сейчас ему нужна помощь. Это тот человек, который постоянно в течение всей жизни помогал огромному количеству людей сам. Он никогда не просил никого ни о какой помощи, а сам первый откликался. И мы знаем очень много случаев его участия в личной судьбе каких-то людей, которых он встречал. А сейчас нужна помощь ему, потому что он попал в беду. Несколько лет назад у Евгения Ивановича начались проблемы со зрением. Обследования показали, что нужна операция по замене хрусталика на обоих глазах и другие медицинские вмешательства. Но у него был сахарный диабет, последствия инсульта, и это всё, вот ещё и аллергия возникла, это всё осложнило его состояние. Несколько операций ему в июне прошлого года сделали. Потом дважды в январе этого года сделали операции. И пересаживали хрусталик трижды, и его заказывали в Германии, пришлось везти оттуда. Здесь надо отметить, что вот эти все предыдущие операции, актёр и его жена Яна, они выкручивались сами с помощью друзей, родственников. Все их сбережения, скромные, они сейчас два пенсионера, они ушли на это лечение. И стоимость операции, которая сейчас ему нужна, чтобы поправить зрение, он практически ничего не видит сейчас. Операцию взялись делать специалисты Латвийско-Американского глазного центра, это сложная операция, стоит она 4 тысячи 5 евро. Вот точная цифра, 4 тысячи 5 евро. И мы можем, конечно, помочь собрать деньги, чтобы оплатить эту операцию. Наш телефон благотворительный 9306384 работает всю неделю для Евгения Ивановичева. А программа эта, в общем-то, состоялась по инициативе актёра Дмитрия Палиеса, который просто на прошлой неделе позвонил нам и сказал, что вот такая ситуация, такая история. Вот ролик, который вы слышите перед началом нашей программы, там такие слова есть. «О тех, кто без нас не справится с бедой». И, в общем-то, вот сейчас в беду попал замечательный человек, известный актёр. И вот Дмитрий обратился к нам, не могли бы мы каким-то образом помочь. Совершенно верно, да. Да, вы совершенно верно сказали, уважаемый ведущий, что всё время помогал Евгений Иванович. Не было человеку, которому он помогал или тайно, или явно. Но Евгений Иванович, это, вот Галя, я думаю, со мной согласится, это совершенно такой человек-легенда. Ещё при жизни он человек-легенда, потому что когда говорили, тогда говорили «Лический театр русской драмы», сразу возникал ряд актёров, среди которых и среди этого ряда заметное и почётное место занимал Евгений Иванович Иванович. Ну, у меня с нём особое отношение, потому что так получилось, что вот мне на днях исполняется 62 года, именно 62 года я знаком с Евгением Ивановичем. Да, 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 ну-ка расскажите, с этого момента поподробнее. Мой отец, Александр Иванович Парис, был актёром в Горьком, ну, теперь в Нижнем Новгороде. И там некоторое время, по-моему, 7 сезонов работал Евгений Иванович. И, ну, а мой отец работал в Тюзе, он работал в театре драмы, но они очень дружили. И, как мне рассказал Евгений Иванович, он встречал мою маму вместе с отцом, естественно, из роддома. Вот. А я его не знал, но у меня на слуху всегда постоянно было Ивановичев, 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 бесконечно Ивановичев. И я знал, что существует такой актёр, я даже не знал, что в Риге или где-то, но я знал, что потому что... То есть он оттуда переехал в Ригу, давайте уточним вам. Да, да. Ну, я не знаю, может, был какой-то промежуточный, но тот факт, что он 6 или 7 сезонов работал в театре драмы. И, ну, что такое 6 сезонов, но он оставил такой след, чтобы... И я постоянно, когда на родине бываю, постоянно находятся люди, которые передают ему огромный привет, которые его любят, которые его помнят. Ну, а потом... Я когда пришёл в театр, он для меня памятник. Ну, просто памятник. Ну, конечно, узнал, чей я сын, тут же взял меня под крыло. Вот. Но для меня он был какой-то просто... Ну... Человек, да, человек-легенда. И что самое интересное, мы сейчас играем с ним... Одну роль мы играем в пару. Если бы тогда, в 81-м году, мне, худенькому, кудрявенькому мальчику, и вот такому бронзовому совершенно... Иванович, мне сказали, что я буду с ним играть одну и ту же роль, я просто подумал, что человек... Человек не очень здоров. Голодарный аристократ. То есть, за эти годы вы доросли, да? Ну, уж, конечно, не Евгений Иванович опустился. Будем надеяться, что я дорос. Ну, и потом Евгений Иванович и Галя, кстати, вот только вчера вспомнил, как всё закругляется. Они были свидетелем на свадьбе, на нашей свадьбе с Марикой, они были свидетелем Евгения Ивановича. Вот как. Да, и Галина Российская. Я только вчера, между прочим, как-то это сопоставил, вспомнил. Соединил. Ну, скажи ты, что, Галина Российская. Что я скажу? Вот, значит, я прихожу в театр. Это 88-й год. И этот легендарный спектакль, о котором знают все, писалось много, его знали все театральные люди, все театры во всех городах. Ревизор. Потому что он и объездил много по гастролям. И вообще, ну, молва, она разнеслась очень быстро об этом спектакле. И вот я приезжаю в этот театр. И меня вызывает Архадий Фридрихович, говорит. Кац. Кац. И говорит, Галя, вы будете вводиться в спектакль «Ревизор». У меня обморок был просто, обморок. Еще вместо такой актрисы, Праудиной. Райны. Райны. Да. И вообще, я не могла уснуть. Я не знала, что сказать на это. Потому что я-то понимаю, что это такое, когда спектакль столько раз сыгран. Когда они уже там кружева такие, там такая вязь, там такие нити тонкие. Там уже просто импровизация колоссальная. Потому что они свободно уже столько спектаклей сыграли. И вот тебе на... Главная женская роль. Ну, да. Ну, главная. Да, маменька. Маменька. И я, значит, стала вводиться. Все равно. Потому что деться некуда. Они уезжали уже к Аце Праудина. И я стала вводиться. Репетиции было очень мало. Кац смог приехать два раза всего на репетиции. И главная роль у Евгения Ивановича. Городничий. Городничий. Меня все предупреждают. Андрюша Ильин. Галя, мы тебе все поможем. Но вот Евгений Иванович, он очень любит разыгрывать. Он очень любит другие какие-то вдруг реплички сказать. Вот он говорит по ходу. Но мы-то уже все в этом материале. Мы-то все привыкли. Я могу себе представить, как тебе будет трудно. Но ты должна быть к этому готова. Я в слезы. Значит, подхожу к Евгению Ивановичу и говорю. Евгений Иванович, тут мне вот рассказали, что вы любите пошутить над артистами. Вот так прямо подошла. Да, но что делать? Я говорю, учтите, я не отвечу ничего, если вы мне... По крайней мере, дайте мне два спектакля хотя бы, чтобы я... Смолилась. Ну, как-то вошла в это все и не думала о том, что там мне кто-то не ту реплику дал или что-то. Я говорю, пожалуйста, я вас очень прошу. Он говорит, нет вопросов, нет вопросов. И не волнуйся, да я тебя поддержу, да я за тебя скажу. Да я там... В общем, короче, он меня успокоил абсолютно. Расцеловал, ломнил и все. На том расстались. Спектакль. Играем. Значит, у меня... А я уже знаю, я на его реплике особое внимание. Я на него смотрела. Дескать, не вздумай только меня. Вот так вот вдруг что-то сделать такое. Сбить до стрельцев. И что-то сделать такое, от чего я растеряюсь. И вот он, значит, я смотрю на него, его реплика. Он говорит и улыбается. Говорит и улыбается. И, в общем, все мы так довели до конца. Все было, никаких не было сюрпризов. Но он все время улыбался. Когда закончился спектакль, он подошел меня поздравлять. Он говорит, ну просто я вновь влюбился в свою жену. Потому что... Он говорит, почему я все время улыбался. Потому что... Ну, действительно, потому что мы с Таней, папой, Таня, папа играла. У нас была не такая большая разница в возрасте. Вот. Мне было 40 лет. А Райд уже был политический возраст для этой роли. Да. И, в общем, и получился такой совершенно другой. Не было никакой натяжки на тот образ там, ничего. Но факт тот, что вот он такой живой артист. Да. Он такой искренний. Он вот собачий какой-то у него нюх. Собачье артистическое нутро. Потому что он наврать вообще на сцене не может. Он будет говорить чушь. И зритель не один человек. Кстати, в связи с этим можно перебью? Да, конечно. В связи с этим я, к сожалению, не был свидетелем этого. Но мне рассказывал Андрюша Ильин. Про спектакль «Ревизор». Знаменитый актер Андрей Ильин, который, в общем-то, свою карьеру так стартанул именно на сцене нашего театра. Совершенно верно. Ну, лучшая роль, я считаю. Ну, и в этом дело. Я служил в армии. Они в это время, театр был на гастролях в Москве. Играли «Ревизор». Они играли «Ревизор» на тех самых подмостках, где он впервые пришел. Прошел. И вы представляете, какая публика собралась. Спектакль Галя, правильно сказал, был уже такой очень засвеченный, очень известный. Там люди спрашивали лишний билет. С громадным успехом. Мне Андрей рассказывал. С громадным успехом прошел спектакль. Он говорит, но Андрей с такой обидой говорит, Дим, ну ты представляешь, на следующий день обсуждение спектакля. А они же там сидят, как знатоки в опере с нотами. Они же там по слову, там, Гоголеведа, как их назвать, я не знаю. Гоголелюб. И они каждую запятую отдали должное спектаклю, но стали делать вот такого плаза. Вот вы здесь сказали не так. Вот здесь вы немножко сказали не так. Вот здесь вы заменили слово. Он говорит, представляешь, Иванович вообще все своими словами играешь. Ему ни слова не сказали. Это я к тому, насколько он органичен, и насколько он умеет любой текст делать своим. Галь, поправь меня, если не прав. Я знаешь, о чем думал? Вот он играл отрицательные роли вообще. Вот так. Я даже смотрел, вот передо мной списочек лежит. Я не могу. Ну, понятно, там Петр Первый. Ну, это же тоже фигура неоднозначная. А мы сейчас списочек размучим. Давайте, да? Да. Ну, я уверен. Он в основном играл такие, ну, не плакатные, нет, не плакатные, но такие положительные, но роли, которые вызывают симпатии. Но я думаю, что если бы Евгений Иванович играл роль какого-нибудь отъявленного злодея, через пять минут зал был бы на стороне этого злодея, потому что было очень, при его обаянии, при его… Невероятного обаяния. Невероятного. Да сама фамилия, я так думаю. Не Иванов, не… Иванычев. В этом его доверие, вот Иванычев. А ещё такая легенда есть, что его хотели родители назвать Иваном. Это был бы Иван Иванович Иванычев. Он Евгений Иванычев. Евгений Иванычев. Иванычев, это же просто. Давайте напомним, что Евгений Иванычев – народный и заслуженный артист от Вейской Республики. И легенда нашего театра совершенно верна. Три года назад он отметил своё 80-летие. О роли, в которых он близ, стал на сцене. Вот любители театра, такого более старшего возраста, они помнят и никогда не забудут. Мы сейчас попросим Дмитрия Палеса назвать самые яркие роли. Ну, он начал, по-моему, одна из первых заметных ролей – это «Варвара Горького». «Варвара Горького». Ну, конечно, нельзя не вспомнить историю «Лошади». У него на первую… Я такие самые этапные запоминаю, потому что их было очень много ролей. Может, и я наверняка и точно пропускаю что-то. Но тоже легендарный спектакль «Холстомер». Он играл, кажется, небольшую роль. Он играл вот «Слугу князя». Но это… Он вот у меня перед глазами стоит в этой красной рубахе, с кудрявой, хотя уже и седой. И это ещё… Ну, конечно, нельзя не сказать о «Зоре здесь тихий». И этот спектакль я видел. Ну, надо сказать, что я и в том, и другом участвовал. Ну, в массовке, естественно. С Андрюшей или иными немцами, там, фашистами выходили по заднику. В этом «Азоре здесь тихий». Ну, конечно, «Ревизор» – это… Если бы он сыграл только одну эту роль, вот только одну вот эту роль он сыграл, он бы вошёл в историю театра однозначно. Я не в порядок комплимента Евгению Ивановичу, а что я много видел спектаклей с такими известными артистами. Но он… Я не буду говорить хуже он был, лучше был, но он был вот такой. Он был один такой. Он был один такой особенный. Ну, а в 66 такой был спектакль, где он весь спектакль не уходил со сцены. Вишневый сад. Вишневый сад. Фирса он играл. Вот «Варшавская мелодия». Ну, «Варшавская мелодия», конечно. Да, конечно. Да, да. «Варшавская мелодия» – это, вот ты говоришь, «Ревизор», но это холстомер, «Ревизор». «Варшавская мелодия» – вот это в один ряд абсолютно. Вот эти вот спектакли, можно его победы поставить. И замечательный дуэт «Варшавской мелодии» с его любимой Ниной Фатиевной Незнамовой. Это было что-то. Это спектакль был, он прошел какое-то невероятное, что-то за 200 раз. 300 раз его с игрожом говорил. Да, 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 да. Просто какое-то вообще невероятное количество. И поскольку он очень много работал с Ниной Фатиевной, Незнамовой, и он очень любил пошутить над ней. Это была его любимая просто… Объект. Объект у него, когда он юбилей отмечал записки «Хулиган», он назвал свой вечер. И у Марка Борисовича Лебедева. Вот она была их, по холстомеру был Лебедев, здесь в «Варшавской мелодии» был Иванычев. И они так подшучивали. Вот такие замечательные дела. Например, когда они были на гастролях в Нижнем Новгороде, у них были два балкона в отеле, и одна… и окно между двумя балконами. А все знают, что Иванычев рыбак такой заядлый. На гастроли вазил удочку. Это что? Да он везде, я не знаю. Удочек было больше, чем везде. Если можно было в театр ходить с удочкой, он бы и в театр с удочкой ходил. И он, значит, удочкой, она постирала бельишко, и он удочкой, она легла спать. И повесила на балкон. Удочкой повесила на балкон сушить. И он удочкой достал все ее, все нижнее белье, прямо скажем. И она на следующий день, она, говорит, молчала, ничего не говорила никому. Ей было неудобно сказать, что там у нее белье пропало. Она купила все, и дня три, а он все ждал-ждал. Говорит, мне стало просто неинтересно. Я говорю, Нин, что такое вообще? А, нет, Нина говорит, ты зайди ко мне в номер. Я, говорит, купил белье Яночке. И показывает ее, белье. Да, да, да. В общем, это прикол. И там много, столько всегда было розыгрышей. Там такое трепетное друг к другу отношение было замечательное. Да, но надо сказать, что в труппе его не только любили, обожали, но и побаивались, честно говоря. Потому что он мастер розыгрышей. И там не все нельзя рассказывать, но розыгрыши были. Он выдумчик был огромный. Ну, например, в Тишневе он дал объявление, что экскурсии на винзавод. И в 6 утра собраться у гостиницы всем, потому что с собой можно будет взять. С бидонами. Да, и люди собрались с бидонами, ведрами. Только обязательно таро должно быть какая-то. И с балкона мы с ним наблюдали. У нас с ним было перемирие. После ряда розыгрышей. Когда он меня разыграл, я его разыграл. У нас было перемирие. Мы друг друга не трогали. Давайте напомним, что телефон помощи 9306384 евро 42 цента за звоночек работает всю неделю до следующего вторника в помощь Евгению Ивановичеву. Потому что сейчас ему нужно оплатить очень серьезную операцию на глазах, которую взялся делать Латвийско-американский глазной центр. Это очень серьезная операция. Она уже далеко не первая операция. И состояние у него довольно тяжелое, потому что он может совсем потерять зрение. Он сейчас практически не видит. 4500 евро стоимость этой операции. Все деньги, поступившие на счет, без каких-либо комиссионных или процентов, они полностью пойдут на оплату операции. И полностью пойдут Евгению Ивановичу. А у нас сегодня, напоминаем, в гостях актеры нашего театра любимого, Галина Российская, Дмитрий Палиес. И вообще-то они пришли, вот они вырвались. Дмитрий просто убежал с репетиции. Очень важно. И просто после программы пойдет обратно. Но мог бы быть любой из актеров, правда? Конечно. Все хотели. Безусловно. Все хотели. Мы еще раз хотим акцентировать внимание, что эта программа проходит сегодня по инициативе именно коллег Евгения Ивановича. Потому что посмотрим честно на нынешнюю ситуацию экономическую, что у нас происходит. Может быть, в какой-то другой ситуации, еще несколько каких-то лет назад, может быть, коллеги сами бы справились. И может быть, не нужно было предавать вот эту ситуацию публичности и просить помощи, ну как помощи, скажем так, зрителей, любителей театра. То есть мы, в принципе, обращаемся к зрителям, которые помнят Евгения Ивановича. И вообще к людям, которые любят театр. А сейчас из-за пандемии мы все знаем, в каких условиях живет театр, что все переведены на минимальные какие-то там свои оплаты, увы. То есть все перебиваются, еле-еле сводят концы с концами. И именно поэтому коллеги посовещались и решили обратиться просто за помощью к зрителям, чтобы помочь действительно человеку, который попал в беду. И это, ну как сказать, это вопрос, мы можем просто спасти глаза ему. Да, спасти глаза. Потому что он слепнет буквально. Ну то есть как жена его сказала, что… Они живут вдвоем с женой. Что он даже не видит только ее силуэт. Иногда даже спрашивают, ты в комнате сейчас или нет. И вот это, связанное с пересадкой роговицы, операция, она может все-таки каким-то образом улучшить вот это состояние, может быть вообще и спасти это зрение. Ой, мы надеемся, очень надеемся на то, что любители театра вот откликнутся на это. 9-0-6-3-8-4, вот этот волшебный телефончик, евро 42 цента стоит звонок, меньше чашечки кофе или чая. Да. А собравшись вместе, эти звонки могут реально спасти человеку зрение. Еще мы должны обязательно сообщить нашим радиослушателям об итогах прошлой недели. Мы помогали мальчику с очень красивой фамилией Солнышкин, 4-летний мальчик Родион Солнышкин. Ему надо было оплатить курс лечебной терапии в клинике в Санкт-Петербурге. И собрано 4108 евро, в том числе сделано 1385 звонков на сумму 1717 евро. И на счет поступило 2391 евро. На полтора курса денежки собраны, и этот проект остается открытым. И мы очень надеемся, что к началу следующего курса, который надо оплачивать потихонечку, эти средства... То есть один курс уже точно уедет, и сейчас на второй заканчиваем, и закончим сбор. Можно я еще скажу очень важную вещь? Два года назад Евгений Иванович вот сидел там, где вы, на этом месте, в нашей студии, и был гостем «Зеленые лампы», включал вместе с нами «Зеленую лампу». Он тогда нам столько историй нарассказывал, он так говорил. Это просто невероятный человек. Я сидела вот сюда, я помню, что я ахала так внутренне, да, и думала, это надо записывать, это надо книжку, это надо книжку, не может быть. И одна фраза у него была, ну просто очень такая запомнившаяся, запоминающаяся. Он сказал, мы спросили, что вы в людях-то цените больше всего? Он был знаком с Раневской, с Высоцким, об этом еще поговорим сегодня, успеем, да? И он сказал, для меня самая главная доброта, чтобы человек был добрый. Вот какой угодно может быть актер, но он должен быть добрый. Какой угодно может быть человек. Очень ценил Раймонда Паулса, вот про него тоже рассказывал, сказал, что это добрейший человек на самом деле. Вспоминал, как они поехали на гастроли в Израиль, по-моему. Да-да-да, с Керри. И Паулсу дали трехэтажный особняк, где-то за городом, а он отказался там жить. Он сказал, я буду со всеми. И вот они запомнили этот случай. А вот замечательная история у него была связана с Высоцками, с Мариной Владей, про поцелуй Мариной Влади. Расскажите, пожалуйста. Расскажите. Вы знаете, я даже не припомню к своему слову. Когда мы сейчас расскажем, это он нам рассказывал. А, вспомнил. Нет, он рассказывал, рассказывал. Нет, нет, нет. Когда он включил, да. Да-да-да. Это дело было в Харькове на гастролях. Я только знаю, как их с Высоцким ограбили, утащили все вещи. Это в Ростове-на-Дону было. В Ростове-на-Дону. Они все развесили. Нет, они пошли купаться на дом. Купаться, да. Да, и положили вещи, а Высоцкий перед этим получил большой гонорар за какой-то фильм. И им не на что было жить. Они жили в одной комнате и думают, вот гонорар, месяц проживем. Вылезли из воды, увидели, что ничего нет. Они только в плавках. Пустота. Милиционер на своем муазике милицейском вез в гостиницу и хохотал громко над ними. Сказал, нашли, где вещи оставлять. Да-да. Ну, давайте вместе восстановим эту историю. Давайте, Дима, начинай. Нет, я просто буду по ходу вспоминать. Да, в Харькове были... Потрясающие истории. Я тоже ее... Рассказываю. Давайте вместе. Нет, нет, давай, давай все вместе. В Харькове были съемки. И Евгений Иванович снимался там вместе с Александром Боярским. Они жили в одном номере. Который брат Михаила Боярского, который тоже был актером нашего театра. И вот однажды они шли на... Это были гастроли, да? Гастроли, по-моему. Да-да-да, гастроли. Они шли на спектакль и увидели, как в гостинице подъехала машина и выходит в Усоцке Марина в лазер. Мерседес. Да. Вот. Они попали в грозу, был дождь и решили просто вот у этой гостиницы, случайно выбранной, остановиться, переждать этот дождь. И Евгений Иванович увидел Высоцкого и страшно обрадовался. Они обнялись, расцеловались. И отдал им ключ от их номера. Отдохните. Да. Чтобы они отдохнули, обсохли. И сами ушли на спектакль. Когда он вернулся вместе с Боярским, лежала записка «Женька, спасибо, до встречи, Володя». И рядом яркой помадой отпечаток «Губ Марины Влади». Он говорит, так я стал счастливым обладателем поцелуя Марины Влади. Да. А расскажите нам, пожалуйста, эту замечательную историю знакомства Евгения Ивановича с Яной, с его будущей женой. Это небесная история. Это небесная история. Такого не бывает. Божественная, да. Она была феордессой. И они познакомились в самолёте. Давайте скажем, что Евгений Ивановичев работал тогда в Москве, в Московском театре имени Пушкина. Вместе с Высоцким. Ты дополняй. Потому что я летел в Ригу. Да, да. Ну, в общем, я вот знаю, что это… И стюардесса по имени Яна. Яна, да. Тут же сразила его. Я знаю, что это вот такая божественная, небесная любовь. И она вот как бы длится до сих пор. Вот они очень много лет уже живут. При всём при том… Она удивительная. Да. При всём при том, что они абсолютно разные по темпераменту, по… Да. Ну, Яна, она такая… Нет, вот самая нежная. Вот слово, которое подойдёт. Женечка, Женечка, у меня прямо в ушах. Кси-мегастроли, она ему даст полный чемодан, чтобы он не стирал. Ничего, чтобы в маечках ходил. Ну, правда, Евгений Иванович как врезал одну майку, в джинсы, так и ходил. Ну, ещё я обращаюсь к Рижанам, чтобы они могли помочь. Ведь многие Рижане выросли на Евгении Ивановиче. Может, сами того не знаю. Уже нельзя не сказать, какой он был Дед Мороз. Ой, да. Он, пожалуй, был самый лучший Дед Мороз. Да, это правда. И сколько риских ребятишек просидело на коленях дедушки фотографировать. Может, в домах даже сохранятся фотографии, они даже и не знают. Что это Дед Мороз Евгений Иванович. Ну, да, потому что грим... Он Дед Мороз, ну, он врождённый Дед Мороз. Он сразу сшибал детей своим обаянием, своим добротой. Он просто их... Всё. Он, пожалуй, был лучше. И фактура тут подходила, и черты характера, и Дед Мороз. Ну, кстати, в пьесе Брагинского «Однажды в новогоднюю ночь» он играл Женю Лукашина. Да, тоже вот эпизод был. Ну, вот вы рассказали так трогательно про жену, и сейчас вот получилось так, что действительно они вдвоём поддерживают друг друга. И сейчас именно на Яне оказалась вся вот и забота, и работа по, скажем так, менеджменту со всеми этими лечебными учреждениями и все эти операции. А всё-таки это такая пара, которая уже в возрасте, и действительно им очень нужна сейчас вот поддержка какая-то и близких людей, и, может быть, незнакомых людей, которые могут просто звонком или каким-то там пожертвованием на плату операции помочь. Да, он у нас на сайте и на фейсбуке в статье про Евгения Ивановича, счёт помощи открыт в благотворительном фонде «Be Open», напоминаем, да? А ещё про Яну мы не дополнили, что она была причиной того, что он в Риге вообще оказался. Да, конечно. Он же пришёл тогда в театр и сказал, я хочу у вас работать, у меня любовь. Пришёл Кацу. Да, совершенно верно так и было. И его взяли в штат. Вот кто так может сказать? Меня, знаете, поразило, что вот этот человек, который играл уже в Москве на такой сцене, как театр, Пушкинский театр, и после учёбы в ГИТИСе он туда попал. Нет, нет, он не в ГИТИСе, он, по-моему… После учёбы в ГИТИСе он музыкальный ещё был годик. Он, по-моему, дай бог памяти, в Куйбышевском, тогда Куйбышев, сейчас Самара. В Москве когда? Нет, я говорю, учился где. Он учился в ГИТИСе, но потом он познакомился с Ксенией. Вот, и меня, знаете, поразило, что вот этот вот наш Евгений Ивановичев, он работал с Фаиной Раневской, выходил на сцену с Раневской, и у них была такая традиция, значит, все молодые актёры по очереди провожали её домой. И они конкурировали за это право, значит, кто сегодня вечером поведёт Раневскую, значит, домой, потому что, ну, как бодисарк такой, как телохранители. Вот, и он бросает всё ради любви и перебирается в Рив. Да, потрясающая история. А в ГИТИСе, когда он учился, он был знаком с Ксенией, дочерью Куприна, которая жила, это он нам рассказывал уже в программе, она жила за границей, и она привезла какие-то запрещённые книги. И они читали и обсуждали, и кто-то на них написал донос. И тогда его вызвал ректор института Гончаров и сказал, у тебя деньги есть, Женя? Нет. Он говорит, нету. Он говорит, вот тебе деньги, купи билет, быстро уезжай из Москвы. То есть ты уже на заметочке. И вот он уехал тогда в Нижний Новгород. Нет, не в Нижний, он учился не в Нижний. Он учился, по-моему, Евгений Иванович, меня поправит сейчас, он учился, по-моему, в Куйбышеве. Ну, в Куйбышеве, да, да. Да, 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 в Самаре. Ну, он так очень... Ну, вы знаете, если, не если, а точно, Евгений Иванович нас сейчас слушает вместе с Яной, вот давайте вы обратитесь к нему, давайте признаемся в любви. Евгений Иванович, дорогой, милый мой, ой, вы мне больше, чем друг. И выздоравливайте, всё остальное будет нормально. Я хочу, чтобы вы опять могли видеть поплавок, ваш свой любимый. Я так и не собрался этим летом к вам приехать, но вы сами видите, репетиция и всё прочее. Выздоравливайте, ради Бога. Яночка, глупо говорить, берегите, ну, берегите Евгений Ивановича, хотя я не сомневаюсь, что так оно и есть, и так оно и будет. Я вас люблю и вместе, и по отдельности. Будьте счастливы. А я обращусь так к вам, дорогие мои. Яна всегда называла Евгения Ивановича Женечка. Женечка. И никак по-другому не с Женей, никак. Она всегда Женечка. И говорила на 3-4 тона тише, чем Женечка. И вот я просто хочу, чтобы вы были здоровы и как можно дольше были вместе. Я вас очень уважаю. Я ценю вас. Я люблю вас. А 2 года назад, 3, да, в 17-м году у Евгения Ивановича было 80-летие. И творческий вечер он назвал, вот как Рита уже заметила, записки старого хулигана. И вы сегодня нам тоже рассказывали, что он очень любил, обладал чувством юмора, иронично относился и к себе, и к ситуации, к коллегам. Но при этом вот его любили. Потому что человек, который вот всё время будет над вами там подшучивать, я не знаю, его сели и любили, так нельзя сказать. Но большинство, ну, мы можем сказать. Мы любили это такое слово, всё-таки очень интимное, но обожали, уважали. Вот сейчас молодёжь, которая приходит сейчас, которая даже с ним не работала, но они вот спросили, кто такой Иван, они все знают, кто такой Иванович. Все знают. Знают байки про него, истории какие-то, знают его роли. А у нас сейчас в театре вот проходил, ну, для молодых актёров цикл лекций мы как бы делали об истории театра. И про него там очень много говорилось. Он замечательный. То есть он так золотой. Я не знаю, вы знаете, вы знаете, вот опять, я, наверное, повторюсь. Наверное, могут быть актёры лучше. Наверное, Бог, ну, но он особенный, вот что самое главное. Он ни с кем не сравнимый. По голосу, по интонации, по… Он неповторимый. И поэтому нет смысла его с кем-то сравнить. Это актёр лучше, это актёр. Он Иванычев. Он Иванычев. И этим всё сказано. Вот если он сейчас вас слушает, а он слушает вместе с Яной, просто обязан. Евгений Иванович, вы обязаны выздоравливать немедленно после таких слов. Как только вы вызовете, я клятвенно вам обещаю добраться до вас на ваш хутор. Я вам обещаю просто. Он меня всё время зовёт. И на рыбалку. Ой. Составить компанию. Придётся идти. Сколько меня Евгений Иванович не пытался подсадить на крючок, если можно так сказать. Но я не рыбак вообще. И Галю на рыбалку тоже. Я, да, я большую. Это про рыбачу. Ну, вот, кстати, про хутор нам известно, да, такой факт, что вот они летом туда уезжают и живут там на природе, ну, обычно, да. И все окрестные старички, которые живут вокруг, они их там помогают, им кормят обедами, там всё, что надо. То есть это вообще такой вот какой-то эпицентр доброты вот там складывается. Ну, я почти не сомневаюсь, сколько ему. Он помог в своё время наверняка почти, поэтому такая отдача. А ещё такой трогательный, в его биографии есть момент, связанный совсем-совсем с детством, да, и с началом актёрской карьеры. Дело было в детском саду, значит, вот этот маленький Женечка, он ходил в детский сад, это было в Самаре, они находили, и там находилось правительство в эвакуации. И в этот детский сад пришёл Ворошилов, значит, вот. Да, и маленький Женя читал перед ним стихи. Шесть лет ему было. Да, и это было его первое такое публичное актёрское выступление перед Ворошиловым. Хороший дебют. Перед Ворошиловым. Да, ну, кого тут только не было. Он обязан был стать артистом. Да. И Плесецкая в его биографии была, и Ростропович, как-то знакомые, да, хорошо знакомые люди. Вот, и вот эту фразу, я хочу тоже её всё-таки подробно зачитать, то, что он у нас сказал. Сейчас потерялась она у меня, где-то под рукой была. Что такое доброта? Всегда верю в доброту. Вот он сидел у нас в зелёной лампе и сказал, всегда верю в доброту. И ещё я знаю, когда веришь, то всё должно получаться. У меня были разные моменты в жизни, были очень-очень тяжёлые. Но если веришь, то получается всё. Надо что-то при этом делать. Всего вам доброго, желалон. Да, вот просто люди слушали, потом были отзывы очень хорошие после этой программы. Да, а помогали мы тогда мальчику Артурчику, 11-летнему, собрать деньги на лечение. Вот он был нашим гостем. И тогда действительно всё получилось, всё, слава тебе, Господи, там образовалось. Мы очень надеемся, что... А теперь мы эти слова ему возвращаем. Надо верить, и всё получится. Да, совершенно верно. Мы просим просто всех, всех, кто любит просто Евгений Иванович, кто любит театр, всех как-то отозваться на это. Потому что от этого зависит. Вы видите, как многое может продлить ему этот мир, эту рыбалку. Это продлить вот весь видео, как бы, ну, мир, короче, продлить мир. Ну, спасти глаза. Спасти глаза. В принципе, спасти глаза. Чтобы он так же всё видел ярко, хорошо и радовал нас всех своими розыгрышами, своими какими-то... Выдумками. ...вайками, выдумками. А Дмитрий сказал, что прибежал к нам, вырвавшись с репетиции. Да, ради меня даже, не ради меня, знали, что я иду к вам на передачу. У нас перенесли репетицию на полтора часа, чтобы я смог сходить. Расскажите нам, пожалуйста, что вы репетируете и что нас ждёт? Мы репетируем... У нас уже 9-го числа премьера. Мы репетируем пьесу Артура Миллера «Что случилось в Виши». Такая очень непростая пьеса, но, как все хорошие пьесы, она очень слободневна. Причём изюмка в том, извини, Галя, но в пьесе заняты одни мужчины, правда. Правда, наш художественный руководитель клятвенно обещал, что следующий спектакль возьмёт обязательно. Будут одни женщины? Режиссёр влюблён в эту пьесу, что он даже пошёл вот на этот, рисковый, надо сказать, в труппе шаг. Оставить женщин на такой период времени без ролей. Вообще всех женщин. Хотя, может, это его и оправдывает. А женский бунт не зреет? Ну, и разреет уже так. Ну, мы просто обязаны хорошо играть. Потому что мы понимаем, что некоторые наши любимые артисти из-за нас не получили работы вот в это время. Довольно... А 9-го числа? А какие мысли вообще у вас, с какими мыслями вы входите в этот театральный новый сезон? Если честно... Какие прогнозы? Если честно... Что вы сами думаете? Как это вообще всё будет выглядеть? Мы ничего не знаем. Вот правильно, Гарри сказал. Тот случай, когда всё не в наших руках. Всё не в наших руках. И как бы мы ни прыгали выше головы, мы... Мы надеемся, что всё... Мы только, да, надеяться. Только надеяться остаётся. Надеяться, и хорошо, что какая-то жизнь в театре продолжается. Что мы репетируем, играем в спектакли. Поём. Да. Усиленно занялись... Движением. Движением, да. Ну, то есть, всё время что-то... Жизнь идёт в театре. Жизнь идёт. А на каких площадках? То есть, как используются сейчас площадки с мерами предосторожности? Ну, у нас кардинально изменился внешний зал, потому что у нас по два кресла и стоит пластмассовый такой щит. Ну, как везде сидят через ряд зрители. Ощущение такое. Я вот играл спектакль. Метод Грюнхлю мы играли. Звук другой совершенно. Ну, слышишь, совсем другой звук в зале. Ну, так же принимают как-то робчат. Ну, меньше народу, естественно, меньше. Да, и так они немножко люди, когда полный зал, там один засмеётся, все подхватят. И даже в каких-то привычных местах, я не скажу, не могу сказать, что нет реакции, но они какие-то неожиданные. Но очень так же горячо в конце спектакля. Мы два сыграли. Ну, всё для зрителей. Да, мы как бы отдаём долги, понимаете. Вот те спектакли, которые мы с марта не успели доиграть, мы сейчас, и там действительно билеты. А какие мы не будем, то мы, значит, театр возвращает деньги. Это гарантия. Ну, мы желаем вам держаться и чтобы всё было хорошо. Всё зависит от вас. Всё зависит от зрителей. Всё зависит от вас. Ну, значит, тогда всё будет хорошо. Даже по-другому не имеем права думать. Зритель тоже соскучился. Конечно. Да, даже на улицу подходят. После летнего сезона. Пусть приходят в театр не бояться. Всё сделано для того, что для безопасности. Это точно. Всё, что можно, всё сделано. Да. Наша программа потихонечку так подошла к концу. Очень быстро напоминаем, что у нас в гостях сегодня «Зелёную лампу». Вместе с нами включали Дмитрий Палиес и Галина Российская. И «Зелёная лампа» включается в помощь на всю неделю, в помощь замечательному актёру, любимому нашему актёру Евгению Ивановичеву, который более 150 ролей сыграл на сцене и в театре. И, по-моему, 19 фильмов, где он снялся. Ну, много. Ну, много, да. Нужна сейчас ему помощь, потому что он попал в беду. Нужно оплатить операцию на глазах. Я повторю, да, вот ещё раз, 4 тысячи 5 евро стоит операция, за которую взялся латвийско-американский глазной центр. И там надо будет ещё следить за последствиями, чтобы всё это хорошо прошло и реабилитация состоялась. И вот как помочь? То есть по радио деньги не перечислишь. Мы вам предлагали в течение часа, и будем предлагать всю неделю. Наши дикторы будут читать эту информацию и напоминать вам этот телефон. 930-6384, 1 евро 42 цента за звонок. И на сайте mixnews.lv есть рубрика «Зелёная лампа». Вот вы заходите туда, и там висит подробный текст, подробная история, и там даны банковские реквизиты. Для пользователей Фейсбука наша страничка «Зелёная лампа», русскими буквами «Зелёная лампа», благотворительная программа. И там тоже во всех мы делаем посты, мы напоминаем о том, кому мы на этой неделе помогаем. И там тоже даны банковские реквизиты. Счёт открыт в благотворительном фонде «Лабдарибасфонс Би Оупен». Да, а ещё вот Яна, жена Евгения Ивановича, нам сказала, мы с ней созванивались несколько раз, она очень волнуется, она когда узнала, что будет эта программа ему посвящённая, она расплакалась, потому что она говорит, мы никогда ни у кого ничего не просили, и как же так людям, всем сейчас так тяжело, она говорит. Ну вот как же так? То есть они очень растроганы, очень растроганы. Спасибо вам, Ирина Ивановича, за то, что вы делаете такое дело, даже не касаясь не только то, что вы есть. Даже если бы это не был известный актёр, заслуженный народный, всенародно любимый и известный человек, если бы это просто была семья, одинокие пенсионеры, которые вдруг оказались в такой жизненной ситуации, упёрлись лбом в то, что вот всё, сбережения потрачены, это цена глаз, цена зрения, она имеет определённое денежное выражение, а взять сейчас эти деньги неоткуда, да? И всё равно нормальный человек с живым сердцем и душой, он бы откликнулся и помог. А тем более, в общем-то, такому замечательному человеку, как Евгений Иванович, который много сделал хорошего в своей жизни, оно должно вернуться. Нам писали даже из Израиля, вот сегодня написали его знакомые, которым он когда-то помогал, а как перечислить, а куда, что, которым он помогал, когда они в Риге ещё были. То есть уже вот пошла какая-то информация. Да, это цепочка добра, вот им же и запущенная, скажем так, да? И вот, в принципе, знаете, что хочу сказать в конце? Вот актёры нашего театра, Рижского театра русской драмы имени Михаила Чехова, они постоянные гости «Зелёной лампы». Да, мы знаем. Постоянно все приходят, помогают, поддерживают. Благодаря вам очень многие вещи случились гораздо быстрее и правильнее, чем могли быть в нашей жизни. Спасибо всему театру. Вам спасибо огромное. И желаем Евгению Ивановичу скорейшего выздоровления. И спасибо всем нашим радиослушателям. Всего доброго и до следующего.